Ключевой темой заседания стала частичная мобилизация. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских посетил мобилизованных ульяновцев, которые сейчас проходят боевое слаживание в Поливно, в Пензе и в Самаре. Глава региона обсудил с нашими бойцами вопросы обеспечения амуниции и предметами первой необходимости. Обсудили с ребятами вопросы их быта, военной подготовки, обеспечения. Все вопросы берем на контроль. Я подчеркну, что вопрос с амуницией закроем в ближайшее время за счет средств областного бюджета. Средства в оперативном порядке выделены. Они пойдут на приобретение спальных мешков, рюкзаков, ковыков, термобеля, перчаток, балаклав, очков, аптечек и так далее. Алексей Русских поручил сделать работу горячей линии 122 круглосуточной. Все желающие могут позвонить на нее в любое время. Важнейший вопрос сегодня – оказание мер поддержки семьям мобилизованных, в особенности семьям с детьми. Речь идет прежде всего о бесплатном посещении детских садов, бесплатном питании в школах, бесплатном проезде на общественном транспорте и иных мер поддержки. Эти меры должны распространяться на всех членов семей вне зависимости от уровня дохода мобилизованных. С 21 сентября на предприятии оборонно-промышленного комплекса Ульяновской области было принято более 400 новых сотрудников. За каждой организацией закреплен куратор от правительства, который контролирует ситуацию по свободным и закрытым вакансиям. Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов проводит ярмарки вакансий. По итогам последней ярмарки было отобрано 150 человек для трудоустройства на предприятия ОПК. Во-первых, сами предприятия стали более привлекательными. Во-вторых, наша проводимая активная работа позволила существенно увеличить приток людей на оборонно-промышленные предприятия. Что касается потребностей, то 80% потребностей – это рабочие специальности, это, как правило, следствия механо-сборочных работ, это токаря и так далее. До начала зимы осталось чуть больше полутора месяцев. Управляющая компания готовится к обслуживанию придомовых территорий многоквартирных домов в зимний период. Всеми муниципальными образованиями и управляющими организациями подтверждена ранее предоставленная информация об обеспечении в необходимом количестве песко-соляной смесью шансовым инструментом на весь зимний период. Общий штат дворников на сегодняшний день – 1700 человек. В Ульяновской области продолжается реализация федеральной программы формирования комфортной городской среды. Здесь мы должны достичь индекса качества городской среды до 191 балла, но результаты мы узнаем только в следующем году. Минстрой подведет итоги. 137 тысяч жителей региона должны вовлечь в саму процедуру по формированию среды на территории региона. На заседании также обсудили ход противооползневых работ в Арском. Губернатор побывал на месте в выходные и остался недоволен проектом, подчеркнув, что деньги необходимо расходовать эффективно. Отдельное время на совещании отвели экономическим вопросом. Министр экономического развития Николай Зонтов доложил, что предприятия региона набирают персонал, наращивают производство и выходят на докризисный уровень. Валентина Никонова, Юрий Конихин, Уллправда ТВ.